МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Апошня новины Гомельщины у материалах корреспондента у телерадио компании Гомель. У студии Наталья Лихнатенко. Добрый вечер. Протягивается основный день голосования по выборах президента Республики Беларусь. Сгодно с информацией областной комиссии, по стане на 16-1 на Гомельщине у делу голосование приняли 888 тысяч человек. Те 80,69% от агульной колькости выборщиков. При этом в Брагинском, Лоевском, Ельском, Лельчицком, Хойницком и Наравлянском районах яука перевысила 90%. Олег Сенцеров с подробностями. Для проведения выборов у кероника державы на Гомельщине подрактовано 1070 участков. Ход выборов контролируется мать 7 тысяч внутренних и внешних назиральников. И такая личба. Сгодно с даденами Гомельской областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь, 37,89% выборщиков уже зарабили свой выбор подчас детерминного голосования. За некольких хвилин до открытия участков все члены выборщей комиссии, разом с аккредитованными назиральниками, подходит до орнов для голосования. Их опечатывание – обаястовый процесс, причем селита в першиню на Гомельщине выкорастовывается каля 660 празрыстых скриньев. Это больше зручно для контроля за ходом выборщей кампании. Студентка Гомельского державного медицинского университета Катерина Диаркач удел у выборы кероника державы. Прямая в першиню, спадяется, что ее голос лишним не окажется. За незалежную Украину. Я считаю, что это сейчас в нашем мире очень важно. Смотря на всю эту ситуацию в Украине, в России, я считаю, что Беларусь как была важной страной на политической карте мира, так и останется им. Сирот Тых, кто 11-го Костричника первым пришел на участок, и 87-годовая Полина Кулинич, кажа, что удел о выборах прямая за усёды и зараз проголосовала за кандидата, яке, як я надеюсь, забеспечить мир и стабильность. На выборы прихожу всегда. Свой голос отдаю за нашу республику, за жизнь мирную в нашей Беларуси. Сочиня Гомельского облаконкама Владимир Дворник голосует на 26-м участку. После того, как выбор сделан, он состракается с молодыми людьми, яке пришли на выборчий участок в першиню. Веншавание от имя областного ваконавчика комитета с пожаданием працевать на користь Беларуси и сувениры на память пашпорты Гомельской области. Я, как и любой гражданин Республики Беларусь, согласно Конституции, считаю своим долгом обязан пройти сегодня на выборы и отдать свой голос за будущее нашей Республики. Поэтому я с удовольствием сегодня пришел на этот избирательный участок. Разом со старшиней облаконкама на участок приходит и первый вице-премьер Владимир Семашко. Кажет, что проголосовал Угинску до Терминова, а на Гомичнис находится с рабочим визитом, знакомится с годом бытовниства и реконструкции буйных промысловых объектов. Сегодня экономика краины сутокнулась с уплывными проблемами, а лево ураде переконанных – это часовые тяжкости. Во вселеком разе у промыслового комплекса Беларуси неадредные перспективы. Кто-то, кто будет активным, кто будет создавать новые мощности, новое производство, осваивать новые продукты, работать над снижением себестоимости, значит, конкурентоспособности, тот после кризиса будет, так сказать, еще лучше себя чувствовать. Поэтому я думаю, что кризисы рано или поздно заканчиваются. Я так прогнозирую, потому что в мире такой прогноз есть, что где-нибудь в 2,5-е 16-го года, ну, в 17-е год наверняка кризис должен закончиться, и тогда, я думаю, будет определенный бум, бум, так сказать, активности в экономике. И Гомельская область, как никакая другая, это почувствует на себе. Олег Сентюров, Йоген Макеенко, телерада компания «Гомель». У Гомеля сегодня працуют 217 выборчих участков. У список выборщиков больше, как 400 тысяч гомельчан. Сгодно за почними дадинами проголосовали уже 295 тысяч або свыше 73% выборщиков. Отдать свой голос люди приходят семьями, на участках разгорнуты гандаль и выступлений творчих коллективов. Одным из первых у Гомеля проголосовал старшиня Гарвы Конкама Петр Кириченко. Выборчий участок номер 10 центрального района размещены у 24-й школе. Кировник города отдая свою голос за стабильность, мир и незалежность. Выбор мой. Выбор за стабильность, за мир, за процветание, за построение сильной, независимой Беларуси. То есть за тот курс, который мы проводим последние все годы. На участку размещенном у 27-й школе, якая носить гоноровый статус «Школа мира», выборщиков уменьшуют активисты областного отделения фонда «Миру». Молодые гомельчане, які у першиню прымают все дело в выборах, отримливают сувениры и значки миротворцев. Я думаю, что они будут делать все именно, чтобы прежде всего в нашей стране был мир, дружба, взаимопонимание и согласие международами. Это очень важно. И вот от того, как мы их сегодня настроим на миротворчество, на дружбу, будет зависеть будущее. Я думаю, что каждый из нас, кто сегодня пришел голосовать впервые, прежде всего чувствует ответственность, потому что именно от нашего выбора зависит то, как мы будем жить дальше и как будет развиваться наше государство. Дарешина, выборчим участком, размещенном в школе «Миру», свой выбор зарабила и народная артистка Республики Беларусь Галина Паулянок. И она означала, что зауседы примает активный отдел у выборах. Если я в Гомеле, то я обязательно иду голосовать и за депутатов местных, но тем более за кандидатуру президента Республики Беларусь. Я считаю, что люди, которые проголосовали и идут на выборы, это люди очень ответственные. Они отдают свой голос и неравнодушны к судьбе своей страны. Обращение посредных голосований на всех участках для выборчиков подрактовали разностайные программы. Консультация специалистов банковской сферы, медиков и нотариусов, мастер-классы для детей и помалеваний, подписка на переядышное выдание. Плюс активный гандль промысловыми и харчовыми товарами. При этом отрознение отзвычайных ден на оценка на продукцию снижена не один на 20%. 30% на продукцию собственного производства и 5% на промышленном. Ассортимент очень большой, особенно в консервской и кулинарной зеле. Особное место в святочной программе концертным номерам. На сцене как профессионные коллективы и выканалцы, так и ты, аж представники прационных коллективов. Тут так само выступления на любой густ, от эстрадных композиций, сучасных хитов до джаза и классики. Максим Савин, Алексин Тюров, Вольга Вальченко, Дмитрий Радзянко, Яугин Макийенко, Телерады, компания Гомель. Высокая активность выборчика сегодня означается как в городах, так и в сельской местности. В этом переканале все наши корреспонденты, которые наведали некольки выборчих участков в Гомеле и в Будо-Кошалевском районе. На 47-му участку в Гомеле шмат люд на самого початку голосования. Назиральники кажут, что первые выборщики пришли ровно в 8 годин ранецы. 50-процентную явку на этом участку зарестровали о полове 12-й годины. Адметная особливость шмат кто приходит целыми семьями. Вероника Хихлуха переканана, что для детей это по-перше приклад доставление дорослых до выполнения грамадянских обовязков, а по-другому махчимость отчуть свое долучение до важной подеи у жизни краины. Мы проголосовали за будущее нашей страны, за ее мирное небо и за будущее наших детей. Выставы, майстер-классы и консультации. На каждом участку имкнуться пропоновать людям нечто интересное и корыстное. На 47-м участку створили экспозицию народных ручников, которые упрогоживают все помешкание. Так само своя особливая совесть поколений отрималась. Должна что-то присутствовать народное, мы так считаем комиссия, а ручники взялись знаменитые неглюбки. Это знаменитые неглюбки ручники, которые выткала моя мама Сарасек Анастасия Фанасьевна, знаменитая ткачиха, когда-то лавриат конкурса всесоюзного народного творчества. Сред лидеров по выборах президента Республики Беларусь жахары Наравлянского, Лоевского, Ельского районов. Высокая Явка означена и на Будокошелевшине. У городским поселку Уваровичи два участки. На восьмом участке, который разместился в Палаце культуры, зарегистрировано ровно одна тысяча выборщиков. На 13 годин, когда участок наведала наша здымочная группа, тут проголосовали больше 60% выборщиков. Граждане идут активно проявляют свою активность. В принципе, стабильно выборы прозрачны. Замечаний со стороны наблюдателей не поступало. Олег Шенцюрова, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания Гомель. Президентские выборы в Гомельской области проходят у строгой ответственности законодавством и замаль святочным настроем. Такую оценку ходу выборов дали международные назиральники, которые працуют в нашем регионе. Выборчий процесс контролюет 42 представники адмиссии АБСЕ и 53 назиральники АДСНД. Многие назиральники мают запляшимый великий опыт. Для Игора Коплунова проведение выборов работа. И он займает посаду старшиней выборчей комиссии Бранской в области России. Так что ход выбора у Беларуси он оценивает с профессийной кропки гледжиня. Хотел бы обратить ваше внимание на высокий уровень подготовки избирательных участков. Оборудование все находится в наличии. Высокий профессионализм членов участковых избирательных комиссий. Вне помещения голосование тоже проходит без какого-либо давления. Как и на избирательных участках никто ничего не оказывает. Нет никаких нарушений. Нет прямой агитации. Что, конечно, запрещается, вы знаете, в соответствии с законодательством. Высокий озровень организации выборчего процесса, доброзачливости, святочная атмосфера. Кроме гэта, гонозиральники отзначают всю высокую явку. Активность беларусов свечит об отказности и необуяковости до будущего краины. Везде довольные и счастливые лица. Мы не встречали сегодня ни среди наблюдателей, ни среди избирателей тех людей, которые бы сегодня нам подавали жалобы. Люди приходят с приподнанным настроением, довольные. Никаких других замечаний мы сегодня не видим. Считаем, назиральникам треба наведать ни один участок, погуторить с представниками выборчих комиссий, назиральниками и выборщиками. Усё гэта допоможа скласти полную картину того, как проходят президентские выборы. До 14 часов я посетил 10 участков. По моему личному наблюдению всё проходит в правильном режиме в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Мы собираем информацию и через каждые два часа сообщаем штаб-квартиру СНГ, где она обрабатывается и после этого будут подведены после окончания завершения выборов будет подведена оценка миссии наблюдателя СНГ. Максим Савин, Дмитрий Родянко, телерадио компания Гомель. И на этом по кулюсе протягивайте сочет за падеми разом с нами. Наступный специальный выпуск новин углядите у 21.45 хвилин на телеканале Беларусь 4 Гомель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин